Обзор рассады основных культур на 30 апреля. Как выращиваю, чем подкармливаю. Так сейчас выглядит рассада перцев. Посев производил 15 марта. То есть с момента посева прошло примерно полтора месяца. На мой взгляд рассада выглядит неплохо. Наблюдается рост как надземной части, так и корней. На части растений уже появляются первые бутоны. Это бутоны так называемого коронного цветка. Их я удаляю, так как после цветения там завяжутся первые плоды, рост которых будет тормозить развитие всего куста. Рассада сейчас растет на застекленном балконе. Дополнительно больше не подсвечивается. От сильного солнца защищает спонбонд, а холодными ночами помогает конвектор. Рядом с перцами растут и баклажаны. Они тоже были посеяны 15 марта. У них также наблюдается неплохой рост корней и листового аппарата. А так выглядит рассада томатов. Помидоры я съел в конце марта, через две недели после перцев и баклажанов. Прошел месяц после посева. Растут они на стеллаже у окна, где в утренние и вечерние часы включена подсветка. Благодаря этому рассада не вытягивается. Растения уже начинают касаться друг друг листьями. Поэтому в ближайшее время нужно сделать расстановку. На стеллаже это сделать не получится, поэтому рассада переедет на балкон. Теперь самый часто задаваемый вопрос, чем подкормить рассаду. Как я уже говорил, этой рассаде полтора месяца. И за все это время я ее еще ни разу не подкармливал. Единственное, что я сделал, это для перцев и баклажанов купил грунт подороже. И судя по развитию рассады, ей вполне хватает питания, заложенного в этот грунт. Так что рассаду овощных культур вполне можно вырастить и без применения удобрений и стимуляторов.